Добрый день! С вами Георгиевская Татьяна. Рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Особенности укладки рулонного газона. Когда мы укладываем газон, заказываем готовый рулонный газон, то лучше всего брать день в день, когда вам привозят. У вас уже готова территория, вы положили землю, проложили все коммуникации, положили сверху плодородную землю и в этот день вам привозят рулонный газон и вы его укладываете. То есть планируйте так, чтобы у вас газон не лежал. Как получилось у нас на этом объекте. Поставщики привезли рулонный газон раньше, а с землей плодородной нас немножко подвели, припозднились и рулонный газон у нас лежал в рулоне три дня. Три дня это максимум, как может выдержать рулонный газон по всем законам, канонам укладки рулонного газона. И честно говоря, когда мы, причем нужно было находить теневое место и разворачивать его, чтобы рулонный газон не сопрел. Вот так получилось, что ни теневого места, ни возможности развернуть не было. Делюсь нашим опытом, таким, какой он есть. Рассказываю, как получилось на этом объекте. То есть вначале должны были привезти землю, затем привезти газон. Сделали немного наоборот. Припозднились с землей, привезли газон раньше. Эта накладка по времени отразилась, естественно, на самом газоне. Приложу фотографию, какой газон был два дня назад. Посмотрели, корневая система достаточно сильная, достаточно такая живучая была. Поливали его в рулонах. Когда развернули, он был цветом коричневого-коричневого. Честно, я очень переживала по этому поводу, потому что при такой жаре, хотя укрывали, создавали искусственную тень в это время, но при такой жаре, честно говоря, мы волновались, что газон не выдержит. Но посмотрите сейчас, прошло два дня активного полива, и вот видите, что трава уже зазеленела. Постараюсь найти фотографию, какая она была в первый день, когда мы ее положили. Положили этот газон. И вот сейчас, видите, она зеленая-зеленая. Стала зеленеть травка. Организована система полива. И поливается утром и вечером. Проливается очень хорошо-хорошо. Нас спасло еще то, что органическая земля, которую мы ждали, которую нам припозднились привезти. Она сделала свою работу. И, слава богу, газон отходит, зеленеет. И самое главное сейчас поливать его. Насколько живучий газон. И даже если у вас получается такая накладка, старайтесь, конечно, чтобы такого не происходило на вашем участке. Но делюсь своим опытом. Любой опыт, положительный, отрицательный, он незаменим. И я очень рада, мы очень все рады, заказчики тоже рады, что газон выжил, отходит. То есть, три дня, свернутый в рулонах, при искусственной тени созданной, газон выжил. Можете себе пометить где-то. Но лучше не рисковать. Как мы проливаем? Мы проливаем очень хорошо сейчас. Как замерить? Примерно слой пролива воды составляет 15 сантиметров. В утром и 15 сантиметров вечером. Если у вас автоматическая система полива, как замерить, как проверить? Вы берете кастрюльку, ставите под ороситель, откуда у вас поступает вода. И когда в кастрюльке наберется 15 сантиметров, примерно линейкой замерьте, все, это нормально, это норма для разового пролива. То есть, газон должен пропитаться и сцепиться с той землей, которая плодородная сейчас под ним находится. И посмотрите, как еще преобразился бонзай. Вот еще мы внизу доделываем, докладываем всю вот эту красоту. И посмотрите, вот на этом месте газон прямо был коричневый-коричневый, такого цвета. Ай! Поливает! Система полива. И сейчас, видите, начала проклевываться новая зеленая травка. Вот еще местами есть. Главное выбрать хороший газон, хорошие семена для газона. Ваш газон может пережить вот такие вот накладки. С вами была Георгиевская Татьяна. И до новых встреч на канале Тати Гео. Желаю вам красивых газонов. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok